добрый день дорогие друзья сегодня я вам расскажу о алтарях в игре king god castle от которых порой решается сможете ли вы пройти штурм нашествие экспедицию выиграть на арене пройти башню испытаний или же нет поговорим о том как вообще действует алтарь и в каких случаях их менять и под каких героев лучше подходят если у вас имеется 25 уровень то вы прекрасно знаете что у вас 25 очков которые можно распределить алтарь героев что же из себя представляет все мы прекрасно умеем читать но все же скажу это один из самых востребованных алтарей поскольку почти всегда именно за счет этого алтаря проходится штурм алтарь кузнеца не менее важный алтарь который в зависимости от прокачки дает вам вещи которые будут усиливать ваших персонажей алтарь крови используется в основном либо для связки с dd героем который будет отжираться за счет своей скорости атаки алтарь великого бога как по мне самые невостребованные алтарь берется лишь в определенных ситуациях и далее скажу где я его использую алтарь магов лучше всего использовать с героями у которых способность наносит колоссальный дэмэдж не стоит забывать именно способность и самый последний это алтарь жадности также для начинающих игроков очень важен поскольку только благодаря этому алтарю можно проходить первые бои конечно же и на более продвинутом уровне он используется с этим даже спорить не буду поговорим теперь о связках алтарей первая связка алтарей самое распространенное это 15 очков героя и 10 жадности они также могут меняться зависимости имеется ли у вас хиролог или же нет способность такой связки это быстро получение героя в начальной стадии золотого уровня или же как говорят 5 тира опять же повторюсь осуществляется это только с помощью хиролог предыдущем видео я об этом рассказывал но вкратце если говорить то эта связка героев которые не выпадают первом раунде и если что это не везде работает на арене этим воспользоваться невозможно следующая связка героев это десять очков героя и пятнадцать кузнеца это одна из сильнейших комбинаций по причине того что к примеру если вы проходите башню испытаний вы можете просто-напросто сделать героя высокого уровня за счет золотых книг да еще и вкинуть в него лучшие шмотки что приведет вас к победе также это эффективно и в нашествиях лучше всего использовать именно эту комбинацию но не во всех случаях конечно же но алтарь кузнеца в начале боя очень сильно помогает алтарь героев дает возможность получить героя не с одной звездой ну и комбинации которые берутся под определенных героев и с определенными реликвиями примеру возьмем всеми любимого джабека который используя свои способности начинают крутиться убивать все что увидит для такого героя лучше всего брать алтарь магов в 10 и 15 очков кузнеца поскольку без шмоток он ну не совсем эффективен для более вероятного прохождения события битва против так уж она называется я рекомендую 10 очков алтаря крови и 15 великого бога для большего сопротивления дэмэджа от боссов именно такой комбинации я лично прохожу это событие как вы можете увидеть я привожу вам различные ситуации на экране с различными алтарями и как они хороши в той или иной ситуации но не стоит забывать что именно 12 уровне на героях дают вам необходимость выбирать алтарь магов алтарь крови и подобные алтари лично данным алтарями я не пользуюсь поскольку таких героев у меня нет пока что ну что думаю на этом все дорогие друзья другие связки приводить я не вижу причин поскольку я привел наиболее эффективной связки за все время которое лично я провел если вы чем-то не согласны это лично ваше мнение со временем и у меня она может поменяться но в данный момент я сделал для себя именно такие выводы всем спасибо за просмотр пишите комментарии чего еще вы хотите узнать о данной игре а я уже со своей стороны буду рассматривать варианты и создавать контент который вам понравится всем пока пока